Приветики, с вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви. И сегодня мы с вами находимся снова на морском побережье города Виареджа. И поговорить я сегодня хочу о доброте. О доброте, потому что у меня вчера случился именно день доброты. Но не тот день доброты, именно который галочкой отмечен, а именно день доброты, который мой персональный. Ну и сейчас хотела показать, какие у нас сегодня корабли плавают. Вот такие вот судёнышки. Это вот оранжевая, это костера, то есть типа полиция морская. Вот уже приближается к такому паруснику, наверное, она предупредила, что будет у него что-то проверять. Проверяют либо документы, патент и так далее. Ну и вот этот маленький уже идёт в порт, потому что скоро-скоро на этом кораблике можно отправиться на пять земель. Итак, дорогие мои, чтобы с вами поговорить о дне доброты. День доброты у меня вчера случился необыкновенный весь день. В чём он состоял? Ну, хотела бы сразу отметить, что перед этим я со своей подругой разговаривала о моей проблеме, о том, что мне ещё предстоит одна операция, но очень я эти плохо операции переношу. То есть операция сама проходит нормально, но восстановление у меня не очень. Ну и она мне сказала, что оказывается, когда проходит операция, нужно восстановить железо, которое мы очень много теряем вместе с кровью. А железо вот она сама восстанавливала, только вот благодаря тому, что ела свёклу варёную очень много и пила компот из сухофруктов. Ну, мы с ней так поговорили, и я говорю, да, конечно, свёкла варёная здесь в любом супермаркете уже готовые можно купить и ешь сколько угодно. А вот из сухофруктов компот именно из сухих яблок, потому что яблоки очень много содержат железо, но именно сухие, она сказала, ещё больше содержат железо. Ну вот, я говорю, с сухими яблоками у меня проблемка. И вот, дорогие мои, что случилось у меня. После двух недель, как нашего разговора, она мне сделала звоночек и сказала, в какое место нужно подойти и забрать пакетик, который приготовит для меня её мамочка, которая проживает на Украине, дорогая моя красавица. Если меня слышит, я тебе привет передаю, очень благодарю. Которую передала её мамочка со своей знакомой, которая приехала в Италию. Дорогие мои, я когда нашла этот пакетик, там три пакетика сухофруктов. То есть, получается, что когда она про меня сказала, эта мамочка, я её тоже очень хорошо знаю, ей 82 года. И вот, дорогие мои, вот такие вот люди. То есть, в такой вот неординарной, скажем так, ситуации, которая происходит сейчас на Украине, происходит проверка, проверка людей. И те, которые добрые, они становятся ещё добрее. И делятся у меня даже эмоциональность такая. То есть, у неё там, получается, война. Ну, она 82 года собирала мне вот эти сухие яблочки по своей там деревне или маленькому городу, которое она нашла. Она нашла три пакетика. Я не знаю, сколько она обошла своих соседей. Это не передать. И мне передала через знакомую Ирина, которая должна была приехать в Италию. То есть, эта знакомая тоже поехала к ней, забрала эти пакетики, положила в свой маленький чемоданчик, который наверняка она привезла свои вещи, и нашла ещё и место для этих пакетиков с сухофруктами, именно с сухими яблоками, которые она привезла. Ну, в общем, вот такой вот жест. Такой жест доброты, который не купишь ни за какие деньги. Прошу прощения за свою эмоциональность. Но это ещё не всё. То есть, дорогие мои, случается доброта не только вот среди наших. Наших, я говорю, россиян, украинцев и так далее. После этого я проехала ещё по одной нашей улице города Виарейджа, Виафрати. Ну, и случайно встретила электрика, который делал нам всю электрику, полностью менял в моей квартире, которую я купила. Это знакомый Винченци, с которым они вместе работали. И после того, как он нам устанавливал, подключал кондиционеры, я его просила отремонтировать фен, который у меня уже 20 лет тому назад я его покупала. То есть, это мой самый-самый любимый фен. Но он, конечно, и профессиональный. Ну, и у меня как-то... Ну, мне он нравится. Дело в том, что Винченци у меня такой вот шустрый. Он как-то выдёргивал там провода. В общем, нужно было его внутри припаять. Он уже давно его отремонтировал. Позвонил Винченци, что он уже готов. И вот только нужно забрать. И вчера, именно вчера я его встретила на одной улице. Я говорю, фен можно забрать? Он говорит, конечно, отдал мне фен. Я спросила, сколько я ему должна за эту работу. Потому что, он говорит, я всё открыл, там всё перепаял. Всё там по новой звинтил. Скрутил, как положено. И фен снова работает. Он говорит, нисколько. Это мой дружеский такой жест. Дружеский подарок. Я говорю, ой, как приятно. Ну, я обещала ему какие-нибудь сладости из России передать. Но это будет уже в будущем. То есть, вчера он мне сказал, что это дружеский жест. То есть, это жест доброты, опять же. Который он мне сделал. И сделал фен совершенно бесплатно. То есть, он ждёт от меня каких-то там сувениров и подарков. Но это ещё не всё, дорогие мои. После этого я ещё пошла в магазин, где типа арабы. Я не знаю, какой национальности ребята. У них есть магазин фрукты и овощи. И в этом же магазине Винченце перед этим днём покупал черешню. Потому что сейчас идёт сезон черешни. Очень захотелось нам черешни. И он взял черешню, где-то полтора килограмма. И персики. И в попыхах черешню он забрал. А персики оставил возле кассы. Этот пакет уже оплаченный. Ну и я когда пришла в этот магазин и спросила у этого паренька. Говорю, вот мой муж вчера оставил персики на прилавке возле кассы. Потому что очень торопился. Он говорит, да-да. И он мне этот пакет по-новой набрал. Я говорю, где-то около 10 персиков там было. Он мне снова этот пакет по-новой набрал этих персиков. И отдал с улыбкой. И так далее. То есть, дорогие мои, доброта – это не только среди нас, русских, украинцев. Это вот такая доброта, которая может случиться везде. И у меня вчера вот такой был день доброты. Я благодарю вас, всех моих подписчиков. Потому что, конечно, получаю очень-очень-очень много добрых, именно добрых-добрых-добрых пожеланий, добрых комментариев. Ну и, конечно, я вам тоже желаю всем здоровья, счастья, радости, любые мои дорогие. Ну а сейчас я с вами хотела бы еще поделиться видами моря. Ну и еще видами джельсу-мино, которые вы просили показать крупным планом каждый цветочек. Ну, в общем, вот такая вот у меня сегодня история, дорогие мои. Всех вас люблю, всех вас обожаю. Благодарю вас, что вы со мной. И желаю, как обычно, здоровья, счастья, радости, любви и мирного неба над головой. Доброта спасет мир. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Ну а сегодня на пляже еще полно детей, потому что еще не каникулы, но уже детей вывозят в разные города, типа маленькие такие путешествия, которые тоже, конечно, веселятся и вот делают добро всем нам, купаются и съездим с таким, от которых, ну, всем становится приятно. В общем, делюсь с вами немного вот таким вот видами моря нашего сегодняшнего. Немножко оно волнуется, но и все равно красиво. А сейчас для тех, кто хотел посмотреть именно Джельсу Мино, именно вблизи, вот я показываю, какие это цветочки. Немного похоже на нашу сирень, но немножко побольше. В общем, в вазочку их поставить, ну, можно, но, конечно, от них запах исходит, ну, как типа для того, чтобы пахло в доме. Но они очень короткие, но все равно красивые. А это мы уже посадили в прошлом году свинченцы. Это наши Джельсу Мино возле нашего забора. И, конечно, конечно, тоже вот какие они цветочки, ну, пятилистники, так сказать. В следующем году, я думаю, что наш забор уже весь будет в Джельсу Мино, и будем мы тоже цвести и пахнуть. Ну, мы сами, сами, сами эти вот три куста посадили, на свои деньги купили и взяли и посадили для себя любимых. Несмотря на то, что наш кондоминиум это не одобрил. Да и ладно. Ну, и хочу поделиться еще добротой того, что, конечно, лебедь. Вот у нас один тут лебедь есть на Лебедином озере, где мы тоже побывали с Винченцем. Белый лебедь на пруду. Не знаю, где его возлюбленная делась. Он сейчас в одиночестве. Но все равно, конечно, от этих видов тоже исходит доброта. Такое и умиротворение. Люблю вас всех, мои хорошие.